Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео мы поговорим о ситуации с российским рублем, чего ждать от рубля в августе и до конца текущего года. Итак, начнем с того, что когда мы месяц назад записывали подобное видео, то расстановка сил на финансовых рынках была следующей. За доллар давали 70 рублей 50 копеек, нефть марки Brent торговалась в районе 42 долларов за баррель и сейчас эта ситуация несколько изменилась. Во-первых, нефть подорожала и сейчас уже за баррель Brent дают чуть больше 43 долларов. А рубль при этом продолжает снижаться, за доллар сегодня на московской бирже дают уже практически 74 рубля. Продолжается вот та самая история, которую я предупреждал еще, наверное, месяца три назад, когда говорил о том, что даже при росте нефтяных котировок мы вполне вероятно можем и будем видеть снижение курса отечественной валюты. И вот это и сейчас происходит. Нефть продолжает дорожать, а рубль при этом падает вслед за ростом нефтяных котировок. При этом, если еще посмотреть на ситуацию на международном валютном рынке Форекс, то там вы увидите, что американский доллар просто летит в пропасть по отношению к большинству валют, но не по отношению к отечественному рублю. Почему так происходит? Первая причина, почему рубль слабеет, заключается в том, что Центральный банк Российской Федерации перестал в тех огромных объемах продавать валюту на валютном рынке и поддерживать курс рубля. Это первое. Второе. При этом Центральный банк Российской Федерации снижает, продолжает методично снижать процентные ставки. А это негативный фактор для курса отечественной валюты. Третий фактор, конечно же, это сезонность. Всегда, вот если посмотреть исторически, конец лета, начало осени, это очень сложный период для отечественной валюты. Но надо сказать, что в этом году рубль чуть-чуть не дождался августа и начал падать несколько раньше. Ну и еще напомню, что Россия является экспортно-ориентированной страной с достаточно серьезными проблемами в экономике и с дефицитом федерального бюджета. И один из способов, как решить вот эти проблемы, и особенно решить проблему с дефицитом федерального бюджета, является снижение курса национальной валюты. Схема очень простая. Чем дороже стоит доллар, тем больше рублей можно выручить от продажи нефти и газа и больше наполнить федеральный бюджет. Поэтому в нашей стране, федеральному бюджету, нашим властям, нашему государству, нашей экономике не нужен крепкий рубль. Поэтому и дальше мы будем видеть ослабление курса отечественной валюты. В июле я говорил о том, что курс рубля к доллару будет держаться в диапазоне от 70 до 72. Именно так и произошло. Именно в этом диапазоне мы и стояли. То, что мы видим на данный момент, то, что мы видим укрепление до 74, вполне вероятно, что мы в самом скором времени увидим и 75 рублей за доллар. Это все-таки в моменте выглядит несколько такой неоправданной историей. Я думаю, что есть шанс коррекции. Я думаю, что мы вернемся куда-нибудь в район 73. Может быть, даже будет попытка вернуться к 72. Но это будет в моменте. В долгосрочной перспективе, так или иначе, учитывая все те факторы, о которых мы говорили чуть ранее, можно сказать, что рубль будет продолжать снижаться. И я по-прежнему считаю, что до конца текущего года у нас с вами есть все шансы увидеть 80 рублей за доллар. В общем-то, дальше выводы делайте сами. Обязательно подпишитесь на канал. Мы каждый месяц записываем видео, где рассказываем о ситуации с российским рублем. Поставьте лайк, если видео было полезно. Ну и давайте дальше пошумим в комментариях. С вами был Глеб Задоев. Всем успехов в торговле и инвестициях. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok